Елена Толошманова является инвалидом второй группы и до недавнего времени проживала со своим супругом в комнате общежития, которая была предоставлена по договору социального найма. Семья признана малоимущей и стояла в очереди на получение квартиры из муниципального жилищного фонда. Но поскольку Елена Анатольевна имеет тяжелую форму хронического заболевания, ей должны были предоставить жилье вне очереди. В дело вмешалась прокуратура. Нарушение требований закона заявителю органам местного сумму управления Полевского городского округа с момента постановки на учет и до обращения в прокуратуру жилое помещение по договору социального найма не предоставлено. В связи с этим прокурором города Полевской городской суд направлено исковое заявление о защите нарушенных прав заявителя. Суд в феврале 2020 года удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на администрацию Полевского городского округа обязанность предоставить Талашмановой Елене Анатольевне жилое помещение по договору социального найма. И вот Елене Талашмановой вручают ключи от однокомнатной квартиры. Этого момента она ждала полгода. Теперь осталось прибраться и обустроиться. Я очень люблю заниматься творчеством, поделками. В общем, я кое-где сделаю декупаж, зайчиков нашью, куколок нашью. В общем, конечно, я обустрою. И благодарна за квартирку, будет она у меня как конфеточка. В очереди на улучшение жилищных условий в администрации Полевского стоит около 200 человек. Из них 20 семей имеют право на получение жилья вне очереди. Ежегодно мы стараемся предоставить категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, жилые помещения. Но в том числе вот этой категории, до 2 или 3 семьи у нас ежегодно получают жилье. К сожалению, всем нуждающимся сразу предоставить жилое помещение нет возможности. Малоимущих семей значительно больше, чем может вместить муниципальный жилищный фонд. Поэтому образуются очереди. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости 11 канала.